Огород на подоконнике. Сейчас у любителей домашних огурцов и помидоров жаркая пора. Уход за рассадой. Домашние мини-огороды весьма популярны среди жителей региона. Ведь после длительной северной зимы хочется зелени и витаминов. Как оказалось, садоводов-любителей в нашем округе немало. Островок лето наша съемочная группа нашла у жительницы поселка Мирный. С подробностями Любовь Пермякова. Помидоры надо где-то в марте уже в конце высаживать. Перцы тоже. Перцы вот уже там высажены. Светлана Носова демонстрирует нам рассаду. Женщина признается, такой домашний огород поможет значительно сэкономить семейный бюджет. К тому же на выходе получается экологически чистый продукт. Главное – следовать рекомендациям. Подоконник должен быть утеплен с хорошим освещением. Потребуются лампы для рассады, несколько емкостей с отверстиями для дренажа, земляной субстрат хорошего качества, удобрения и семена. Кстати, благоприятные условия в уютном доме хозяйки созданы не только для овощей, но и разнообразных цветов. Вот когда начала работать в Девском саду, у нас же там были живые уголки. И поэтому мы собирали в своей группе разные цветы. Ходили на Ринмарик цветочницам, которые разводили, и брали у них отростки. Всего в цветочном саду у Светланы Иннокентьевны около 50 видов. Только фиалок – более 20 разновидностей. Они начали уже цвести. Какие-то интересные цветы, я даже с отпуска привожу. Вот этот с Архангельска называется, тёщин язык. Светлана не только успешный садовод, но и талантливая рукодельница. Она шьет народные куклы. В коллекции Семеносовых их более 30. Есть передон солнцеворот, куклы-берегини на удачу и хороший урожай. Кстати, огород у женщины действительно богаты. Где кроме петрушки, редиса, укропа растут ягоды, многочисленные овощи и цветы. Недаром семья неоднократно становилась победителем окружных конкурсов среди огородников. Если вы по каким-либо причинам не успели посадить рассаду, не расстраивайтесь. У вас есть возможность приобрести её в тепличном комбинате «Солнышко». Рассаду овощей до 2000 кустов мы выращиваем для населения. Мы второй год расширили ассортимент. Если мы раньше выращивали только огурцы и помидоры, то мы сейчас населению предлагаем рассаду перца болгарского и баклажана. А химии много используется или нет? По словам директора тепличного комбината Галины Чебыкины, те жители, которые планируют выращивать овощи в домашних условиях и подогреваемых теплицах, могут приобрести рассаду в конце мая. А те, кто выращивает огурцы и помидоры на своих приусадебных участках, ждут за рассадой в середине июня.